На полях шестого экспертного форума Центральной Азии особенности взаимодействия встретились представители аналитических центров Центральной Азии, правительственные структуры, иностранные дипломаты, политологи и представители СМИ. Открывая форум, председатель Кабинета министров Аклубик Джапаров отметил важную роль экспертного сообщества в выработке интегрирующих подходов к сближению народов и устраиванию фундамента, который должен стать базисом устойчивого регионального развития. Сегодня особенно велика и важна роль интеллектуалов, мыслителей, экспертов, которые должны продумывать и осмысливать, каким будет наша завтра. Поэтому сегодня, в том числе и на ваши плечи, как представители интеллектуальной элиты стран Центральной Азии, вложится особая ответственность за завтрашние деньги. Каким путем пойдет каждая страна по отдельности, и регион в целом? Возможно ли картина общего будущего для наших стран? Это, пожалуй, главные вопросы, на которые необходимо сообща нам находить ответы. Аналитики шести институтов стратегических исследований государств Центральной Азии обсудили особенности взаимодействия стран нашего региона. Для Кыргызстана данный форум имеет особое значение. В частности, проведение анализа складывающихся реалий, отметил директор НИСИ Канадпек Азиз. Ежегодное обсуждение, организация такой площадки дает возможность решить, либо подготовить, допустим, к обсуждению, ко встречам наших глав государств. Либо обсуждать итоги, вот, например, пятую консультативную встречу, которая была в Душанбе и так далее. В Кыргызстане оно проводится впервые. Начиная с 2018 года мы первый раз проводим. Но я уверен, что это лишь начало. Мы подобные площадки, где будут заканчиваться с рекомендациями и принятиями решений с лицами, принимающими решения, то есть органами государственной власти, оно будет постоянно. Для того, чтобы выработать общие стратегические подходы, практические предложения и рекомендации для правительств государств региона по согласованным направлениям Кыргызстану необходимо тесно сотрудничать с партнерами. Это также придаст толчок развитию экономического и социального положения государства, отметил директор НИСИ Республики Казахстан. Познавательный момент, как Европейский Союз развивался. Вот какого-то конкретного форума сотрудничества по металлу, стали, они перешли сейчас фактически к политическому, финансово-экономическому, военному союзу. И вы же видите, насколько у них высокий уровень жизни. То есть везде. То есть так и нам, наверное, постепенно, постепенно к этому надо стремиться, не забегая вперед, но в то же время не останавливаясь на каких-то вещах. По словам директора НИСИ Узбекистана, государствам Центральной Азии важно учредить экономический совет. С 2016 года рост регионального товарооборота стран региона вырос в 2,5 раза. Взаимные инвестиции увеличились в 6 раз. При этом развиваются промышленная кооперация и транспортные коридоры. Есть необходимость того, чтобы в целом координировать эти все усилия на разных направлениях. И в этой связи, мне кажется, очень важно будет поговорить о том, чтобы создать экономический совет стран Центральной Азии, который сможет и координировать эти усилия, определить конкретные приоритетные задачи и обеспечить практическую реализацию тех договоренностей, о которых уже достигли страны Центральной Азии. Центральный азиатский форум был учрежден в 2018 году. Форум проходит поочередно в каждом государстве Центральной Азии.